Технологическая независимость. То, в чем любое государство нуждается с каждым годом все больше и больше. Обеспечить ее может лишь человек со свежим взглядом. Молодой специалист, который не видит преград. Накануне в Казани состоялся ежегодный республиканский конкурс «Инженер года». Организован он по поручению главы Республики Татарстан. Человек труда, человек инженерной мысли всегда ценился. За счет таких людей идет развитие региона и Российской Федерации в целом. Поэтому нам очень важно поддерживать инженерные кадры, поддерживать предприятие. Три категории участников в 12 номинациях. Бакалавры, магистранты, аспиранты, а также действующие специалисты в возрасте до 35 лет. Свои работы представили 279 человек. В рамках основной программы лучшие специалисты, отобранные конкурсной комиссией, стали участниками очного выездного семинара. Мы участвовали в проекте с нефтесервистой компанией ООО «Тенга Групп». Там мы разрабатывали приборы для нефтесервиса, для исследования скважин. Ну, собственно, вот примерно так. То есть мы участвовали в проекте, разработали модуль ядерно-магнитного резонанса для скважинной лаборатории. Для участников очного этапа прошли мастер-классы, круглые столы и тренинги, на которых коллеги обсудили основные тренды инженерии и представили свои проекты. В число лучших специалистов вошли представители Казанского федерального университета Анастасия Ишпаева, Артем Александров, Николай Брызгалов, Эльвира Хуснуддинова, Нурия Хайбулина, Алсу Гельмединова и Эмиль Булатов. Над сюжетом работали Маргарита Михайлова и Александр Кузнецов. Универньюс.